Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. Этим отговоркам правительство решило положить конец еще 16 лет назад и постановило создать отраслевую систему мониторинга водных биологических ресурсов или ОСМ, чтобы в автоматическом режиме видеть, где и какие рыбопромысловые суда находятся, чего и сколько ловят и куда со своей добычей направляются. На это полезное во всех смыслах дело выделили сотни миллионов рублей. Однако, как в очередной раз выяснила счетная палата, в мутной воде черти водятся. Проверка показала, что в полном объеме технические задания так и не были реализованы. Система ОСМ в настоящее время не урегулирована законодательством. Этому обстоятельству очень радуются разного рода недобросовестные рыбаки, предпочитающие закидывать снасти где попало, ловить что им вздумается и продавать это неизвестно кому. Система мониторинга состоит из восьми программно-аппаратных и технических комплексов. Половина принята в промышленную эксплуатацию, а остальные только в опытную. При этом два первых не работают в соответствии с регламентом эксплуатации. На создание, например, электронного промыслового журнала за пять лет потратили почти 55 миллионов рублей. По нему должна идти оперативная отчетность по вылову биоресурсов. Но работы по этому проекту велись, мягко говоря, странно. В 2010 году опыта промышленной эксплуатации автоматизированных рабочих мест этого программного комплекса проводилось в течение четырех дней вместо 14 и только на одном судне вместо трех. А в 2012 году на 13 судах вместо 20. Фактически объем судовых испытаний был выполнен только на треть от установленного в техническом задании. Несмотря на многочисленные нарушения при выполнении НИР по созданию ОСМ и ЭПЖ, отмечаем, что большая часть из них может быть устранена, и за этим со стороны Росрыболовства будет осуществляться прямой контроль. По данным счетной палаты, Росрыболовство и Центр системы мониторинга не контролировали ход выполнения госконтрактов и качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В итоге более 35 миллионов бюджетных рублей были потрачены нерезультативно. Основные люди, которые занимались развитием этих систем, руководители, так сказать, этих проектов, они на сегодняшний день освобождены от занимаемой должности. Где теперь эти люди находятся и чем занимаются, неизвестно. Но, возможно, через некоторое время так называемым серым рыболовам все же придется подключиться к доработанной системе мониторинга и начать добывать водные биоресурсы, как положено. Остальным же любителям половить рыбку в мутной воде придется крепко задуматься, потому что ловли и ножевца теперь займутся Генпрокуратура и ФСБ. Субтитры создавал DimaTorzok